Я вас всех приветствую, уважаемые друзья! Мы продолжаем наш курс про современную марксистскую философию. Естественно, это вводный курс, поскольку за один семестр рассказать все про это огромное течение общественной мысли абсолютно нереально. К тому же я хотел специально подчеркнуть, что при относительной маргинальности общий круг ученых, работающих в марксистском направлении, с теми или иными размытыми границами, очень широк и в Западной Европе, и в США, и в Латинской Америке, а в Китае это вообще господствующее философское направление. И всего полтора миллиарда человек, во всяком случае не все, но те, кто учатся в университетах, так или иначе включены в изучение марксизма, ну и, естественно, марксистской философии. Поэтому это достаточно серьезный тренд. Да, естественно, я забыл все остальные страны Азии, Индия, Япония и не только. Это большие философские школы, марксистские философские школы. Поэтому я буду говорить, естественно, о наиболее известных проблемах, наиболее известных течениях, наиболее важных дискуссиях. При этом ни в коем случае не претендуем на роль историка философии, особенно в области современного марксизма. Но вот некое введение я вам предложить могу, а готовых историков марксистской философии высокого уровня в нашей стране я, к сожалению, не знаю. Хотя, наверное, и Александр Сегал, и Борис Горлицкий, и ряд других моих коллег могли бы, ну, Григорий Григорьевич Водолазов, прочитать лекции более успешно. Но все по уши заняты какими-то другими вопросами и вот такого рода курс предложить не смогли. Так что вам придется удовольствоваться Бузгалином. Я сегодня не стал выносить презентацию, как, впрочем, и во многих других случаях нашего факультатива. На мой взгляд, это скорее отвлекает от работы, чем помогает осваивать курс. Возможно, я не прав, но это убеждение подтвердили некоторые из участников нашего диалога. Поэтому думайте, записывайте, запоминайте что-то. Ну и, как всегда, главная задача нашего сегодняшнего разговора – это дать вам некое представление. А дальше, если вам будет интересно, займете всерьез изучением и работ авторов, которых я буду называть, и, собственно, может быть, историческими исследованиями. Пожалуйста, это ваша, так сказать, уже дальнейшая работа, именно работа. Сегодня мы с вами остановимся на четырех вопросах с введением и заключением. Такая будет очень многоплановая лекция. Каждый из вопросов я освещать буду предельно коротко. Сначала несколько слов о том, почему и как вообще возникло деление на социал-демократическую и революционную ветви марксизма, поскольку это деление очень сильно сказалось на марксистской философии. Затем о основных течениях марксистской философии в второй половине XX века в связи с появлением социального и рыночного хозяйства и, пожалуй, что революционными событиями в Европе 1968 года, плюс антиколониальная борьба, плюс мощное антивоенное движение, движение против войны во Вьетнаме, в Соединенных Штатах Америки, национально-освободительные порывы в Латинской Америке. Очень много интересных, сложных событий. В Латинской Америке, пожалуй, даже не столько национально-освободительные, сколько антифашистские, антидиктаторские выступления, демократические, в большинстве случаев левые. Вот этот контекст и, соответственно, философские течения. С одной стороны, франкфургская школа, с другой стороны, то, что можно назвать еврокоммунизмом, а с третьей стороны, новые и левые. Ну и дальше, больше, неолиберальный реванш, господство постмодернизма, соответствующие трансформации марксистской философии, левый постмодернизм, который вырос из марксизма и многое сохранил от марксистской направленности, что ли, наверное, даже не столько методологии фундаментальных категорий. И современные течения, коих великое множество. Я очень коротко охарактеризую аналитический марксизм, фрейдомарксизм, эко-марксизм, экологический марксизм. Ну, дальше еще, по идее, нужен феминизм в соединении с марксизмом. Не знаю, насколько мне хватит пороха на все это. И если совсем уж у нас все пойдет хорошо, то в качестве постскриптума я скажу несколько слов о постсоветской школе критического марксизма и о марксизме в нашей стране, слегка повторив то, что было предметом самой первой, самой вводной лекции. Вот такой грандиозный план. А сейчас о трансформациях XX века. Пожалуй, важнейший из них это то, что в Западной Европе, а позднее, после Великой депрессии в связи с курсом Рузвельта в Соединенных Штатах Америки, начинается эпоха, когда внутри стран с предельно развитой, во всяком случае, в том, что касается производительных сил экономикой, в западноевропейских странах в Соединенных Штатах Америки, развивается рабочая аристократия, которая в перспективе превращается в средний класс, развиваются различные формы социальной защиты, но они появляются уже вследствие образования и укрепления профсоюзов, активной классовой борьбы, здесь это слово подходит на 100%, поскольку это самые различные действия, вот забастовок, включая всеобщие стачки, такие как Великобритания, очень активной классовой борьбы в Соединенных Штатах, включая вооруженные столкновения, знаменитое 1 мая, это расстрелы рабочих в Чикаго, в мае еще 19 века, конец 19 века, ну и вплоть до вооруженного восстания в Австрии, я просто упоминаю то, о чем вы, может быть, не очень хорошо знаете, накануне аншлюса Австрии фашистами, национал-социалистами Германии. Вот эти события привели к тому, что образовалось с одной стороны эволюционное, с другой стороны социал-демократическое течение в марксизме. Соответственно, социал-демократы это сторонники активных социальных реформ, ну, правые неактивных, левые активных, направленных на повышение качества жизни наемных работников, на развитие социальной сферы вплоть до в перспективе бесплатного образования и здравоохранения, на реформы практически во всех сферах общественной жизни, реформы, включающие элементы будущего социалистического строя, но без покушения на основы капиталистической системы и с использованием исключительно парламентских формально-демократических методов борьбы. Соответственно, революционное движение предполагает то, что необходимы не только реформы, реформы это подготовительный этап, а гораздо более серьезные действия, революционные действия, которые приводят к качественному изменению социально-экономической и политической системы, которые приводят к рождению, началу возникновения социализма, как первой фазы коммунистического общества. Соответственно, предпочтительным является мирный путь перехода от капитализма к социализму, но возможен и путь вооруженной борьбы, вооруженного восстания. В этой связи напомню пару исторических моментов, на которые часто не обращают внимания. Одним из парадоксов XX века является то, что победа вооруженных восстаний и парламентских выборов, приведших власти левых к началу социалистического движения, находится примерно в равновесии, 50-50. В Российской империи вооруженное декабрьское восстание, но затем подчеркну мирное шествие советов по Российской империи. К тому времени уже республики, монархии уже нет. Это достижение февральской революции. И на протяжении зимы 1917-18 года в 80% губернии России власть переходит к советам мирным путем. То есть советы, демократические органы, избранные снизу, получают власть без вооруженной борьбы. Только в Петрограде было вооруженное восстание. Причем тоже не слишком кровопролитное. Ну и в Москве были бои. Плюс еще пара губерний. Вот это раз. Два. Революции, вооруженные восстания. В Германии, Венгрии. В Венгрии победили, но потом проиграла социалистическая революция 1919 года. В Германии социалистическая революция проиграла в 1918 году. Но в Испании в 1936 году левые побеждают на выборах. На выборах, парламентских выборах. И власть переходит к блоку различных левых сет. Такого же рода победы были во многих странах Латинской Америки. Наиболее известная победа на президентских выборах Сальвадора Альенде. После чего началось очень активное строительство социализма в этой стране. Но и как в Испании, так и в Чили. Этот процесс был прерван фашистским переворотом и чудовищными репрессиями. В ряде других стран классический пример Куба. Побеждает революция, которая совершается путем вооруженного восстания. Но на Кубе победить парламентским путем было невозможно. Эта страна была в руках диктатора. Да еще к тому же являющегося марионеткой в Соединенных Штатах. Причем это не преувеличение. Это предыстория. В результате две линии. Социал-демократическая и революционная линия. И соответственно две линии в марксизм. Одна из них предполагает социально-философское обоснование революции и предельное внимание к материалистическому диалектическому методу. Помните, во время лекции по диалектике я раза три, наверное, подчеркнул знаменитые слова Маркса о том, что диалектика все существующее подвергает критике и поэтому она вредна конформистам. Вот это не случайные фразы, это выводы, это следствие теоретического осмысления практик, практик революционной борьбы. То, что революция это очень диалектический процесс, она всегда и разрушает, и созидает. И мера этого созидания и разрушения это одна из важнейших проблем и одновременно важнейший вызов революции. В какой мере мы сохраняем культуру, включая все богатство этой культуры, не только художественную, включая материальную культуру. И в данном случае, я бы сказал, даже сохраняя производительные силы общества, сохраняя людей. Одна сторона медали. Вторая сторона медали. Разрушение господствующей системы, производственных отношений господствующей политической системы, господствующих идеологических форм и так далее. Но разрушение, опять-таки, которое не может происходить одномоментно. Если в политике формальный акт вооруженного восстания, то есть как формальный, одномоментный, революционный, в узком смысле слова, акт вооруженного восстания, приводит к смену политической формы, то создание даже всесторонней государственности, не говоря уже об институтах реального самоуправления, идущих на смену буржуазной демократии или буржуазной диктатуре, это очень долгий процесс. А в экономике выращивание новых производственных отношений, это десятилетия, как минимум десятилетия. Поэтому революция, на самом деле, это, да, это качественный скачок, но при этом длящийся достаточно долго и со сложными трансформационными переходами. Вот это, пожалуйста, запомните, да, это вот один из важных видов, выводов революционного марксизма 20 века. Соответственно, не верьте, если вам скажут, что революционный марксизм и его философия 20 века – это отрицание реформ. Это неправда. Есть радикальные ветви, которые уходят очень далеко от марксизма, и от того, что писали Маркс и Энгельс, и от того, что писали их последователи из этого крыла, в частности, Владимир Ульянов, Роза Люксембург, и далее мыслители уже середины 20 века. Это тезис о реформах как абсолютно необходимой части борьбы за качественные изменения общества, как того, что подготавливает революцию, того, что учит в прямом и в переносном смысле слова будущие революционные массы и политических акторов, возможности социального творчества, умению творить историю. Причем буквально. Организационной деятельности, созидательной деятельности, формированию теории и так далее. Этот тезис постоянно подчеркивается, в том числе в работах, пожалуй, человека, мыслителя, являющегося символом революционного марксизма, его, пожалуй, высшим представителем, хотя здесь иерархии не бывает. Я говорю, естественно, о Владимире Ульянове Ленине. Вот это имейте в виду. В революции есть абсолютно необходимая предпосылка для реформ для любого революционного марксиста. И это не только теория, это практика. Соответственно, социал-демократическая ветвь марксизма предполагает то, что революционный путь объявляется запрещенным, своего рода, запрет формируется, как правило, исходя из абстрактно-этических и абстрактно-гуманистических соображений. Вопрос о том, какой является перспектива бесконечного реформирования капитализма, обычно оставляется открытым. Неслучайный лозунг движения «Все, конечная цель, ничто» является одним из наиболее типичных образных выражений позиции социал-демократов. Во времена революционных потрясений начала XX века была даже переначена на социал-демократический лад и сделана пародия на песню «Марш-марш вперед, рабочий народ». Ее переделали «Если возможно, но осторожно, тише, вперед, рабочий народ». Вот это «Если возможно, но осторожно, тише, вперед» очень напоминает деятельность очень многих сегодняшних так называемых левых политических организаций и адекватно воспринимаемых ими интеллектуалов. Ну ладно. Соответственно, из этих направлений вырастают и течения марксизма середины XX века. Вот, пожалуй, к этому вопросу мы и перейдем, поскольку революционным и стал-демократическим марксизмом вы наверняка что-то должны были слышать. И раньше это не так, нет, хотел сказать, не так актуально для сегодняшнего дня. Нет, это сверхактуально для сегодняшнего дня. Просто здесь, мне кажется, все равно надо поставить многоточек. Пожалуй, единственное, что я бы добавил, что для революционных марксистов и, соответственно, для коммунистических, политических течений реформы, я еще раз подчеркиваю, это первый этап, это программа минимум. И в этом смысле задачи социал-демократов, во всяком случае левых социал-демократов и революционных марксистов на первом этапе совпадают. Я сейчас поясню, о чем идет речь, на примере второй половины XX века. Вторая половина XX века. Победа Советского Союза и его союзников в войне против национал-социализма, фашизма. Напомню, что к 1941 году вся Западная Европа, ну, какой-то хвостик Франции формально не был под пятой фашизма и национал-социализма. И, по сути дела, восточная Европа, в которой либо были марионеточные режимы, либо прямо фашистская диктатура, как в Чехословакии, вся Европа стала фашистской. Поэтому война шла не против Германии, на самом деле. Война шла против фашизма и национал-социализма. Самой жестокой и человека ненавистнической формы капиталистической системы. Подчеркиваю, капиталистической. Война против этой системы, победа в этой войне, я, извините, все-таки это специально подчеркну, прежде всего нашего народа, в союзе с Англией, Америкой, французскими силами освобождения, с антивоенным движением в Восточной и в меньшей степени в Западной Европе. Вот это, да, это была великая победа, и она очень многое изменила в мире. Началась практически по всему миру антиколониальная борьба. Не забывайте, что до конца 60-х, начала 70-х годов большая часть стран периферии, то есть большая часть человечества находилась в колониальной зависимости от нескольких стран Западной Европы. Это для молодого поколения как бы не ясная или не актуальная история. Это крайне актуальная история. Сейчас начинается реколонизация. Так вот, антиколониальная борьба, национально-освободительные движения, образование мировой социалистической системы, страны Восточной Европы встают на линию строительства весьма своеобразного реального социализма, но все-таки не капитализма, революции в ряде стран Латинской Америки, победа революции в 1949 году в Китае, огромная страна, начало освободительной борьбы в Юго-Восточной Азии. Вот это история данного периода. Затем 1968 год, весна в Чехословакии, весна не в том смысле, что время года, а в том смысле, что начинаются реформы, напоминающие Горбачевские, с акцентом на самоуправлении, но и рыночном социализме, закончившиеся введением советских танков в эту страну. Сейчас обсуждать вопрос, правильно это было или нет, к чему это привело, я не буду, просто фиксирую эту линию. А в Париже баррикадные бои в районе Сорбонны и не только. Студенты оккупируют университет, строят баррикады, булыжники опять идут в ход. Вот в этих местах, и мне, и рядом моих коллег доводилось быть, правда, не кидаться булыжниками, а пить кофе в кафе, к этим входом в этот великий университет. Одновременно во Франции идет всеобщая забастовка, и профсоюзы, коммунистическая партия, с одной стороны, новые и левые, с другой стороны, включаются в, по сути, революционные столкновения в Париже двоевласти в 1968 год. Плюс к этому, в Соединенных Штатах Америки в это время, особенно в 1969 году, разворачивается мощнейшая борьба против прекращения войны во Вьетнаме, где армия США ухитрилась уничтожить миллионы человек за годы войны, используя в том числе биологическое оружие, уничтожая джунгли и так далее. Ну, это особая тема. Ковровые бомбардировки против населения, в общем, все было. По всем правилам империализма. Вот мощное антивоенное движение, сотни тысяч студентов, и не только студентов, на улицах, жесткие действия полиции, аресты, избиения, тюрьмы. Вот это история демократических стран. Все это, естественно, очень сильно сказывается на настроениях интеллигенции. В Италии, про которую я не упомянул, практически вся творческая интеллигенция, за небольшим исключением, в большей или меньшей степени сочувствует левым идеям, а кинематограф неореализма, он прям, если не коммунистический, то уж социалистический, почти поголовно. Знаменитая китаянка проходит по экранам мира в качестве символа нового кинематографа. Весьма странный фильм, на протяжении которого молодые люди спорят о маизме, марксизме и всего остального. Такое художественное произведение, которое наделало очень много шуму среди интеллектуалов середины, ну, второй половины уже XX века. Вот это контекст. Соответственно, две философских линии, одна выросла из марксизма и про него забыла, вторая тоже выросла из марксизма и забыла про него частично. Это, с одной стороны, школа Хабермасса, франкфуртская школа, с другой стороны, философия новых левых. Ну, о теории коммуникативного действия Хабермасса я вам рассказывать не буду. Хотите изучайте, не хотите не изучайте, от марксизма там осталось совсем чуть-чуть, просто исторический генезис. Школа существует до сих пор, более того, в России есть ученики Хабермасса, и они работают в честном диалоге с нами. Один из них даже пытается синтезировать вот наше течение с идеями Хабермасса, да еще и православными философскими течениями. Основная идея это философское смысление правового государства, интеллектуалов, как одного из мощнейших инструментов гражданского общества, своего рода апология, но очень тонкая философская апология парламентаризма и многопартийной системы, как универсального способа культурного взаимодействия в политической сфере. Ну, по сути дела, такое философское основание социал-демократической позиции, сформировавшейся в Западной Германии с 60-х годов 20-го века, очень ярко себя появившая в Скандинавии, ну и практически по всей Западной Европе, естественно, кроме Португалии и Испании, где в то время была фашистская диктатура, тоже не надо забывать, до 70-х годов 20-го века, десятилетия фашизма. Вот, в коммуникативном действии интересно то, что акцент вообще на коммуникациях в одном из ответвлений на языке стал прологом к постмодернизму в значительной степени, о котором я уже вам рассказывал во вводных лекциях. Ну и это же течение интересно тем, что оно создало предпосылки для рождения в Советском Союзе теории субъект-субъектного диалога, о которой я вам буду рассказывать потом в связи с идеями человека. Основная идея это то, что в неотчужденных общественных отношениях, в подлинных гуманистических общественных отношениях, каждый человек вступает в них как субъект, а не как объект. То есть взаимодействие я субъект ты объект, ну самая яркая форма этого взаимодействия я начальник, ты дурак, с которым мы сталкиваемся постоянно, я богатый, ты хозяин, ты мой наемный работник, субъект-объект, да, а диалог субъектов это диалог влюбленных, ну желательно не так, что каждый видит только сам себя, а так, что каждый в другом видит свое отрицание, свое развитие, продолжение и живет жизнью другого, да, это диалог ученых, которые слышат друг друга и каждый из которых, критикуя оппонента, одновременно может полностью воспроизвести его логику, это диалог в джазе, когда импровизируют один, его слышат другой, кстати, посмотрите на ютуб-канале альтернативы, очень интересный рассказ Даниила Крамера, одного из величайших джазистов мира, мы устроили с ним диалог на тему о социальных проблемах музыки, несколько неожиданный такой разговор, весьма любопытный на мой взгляд. Вот, я чуть отлегся. Итак, франкфуртская школа с одной стороны, новая и левая и с другой. Одним из важнейших символов новых левых философии стал Маркузе, его книга «Одномерный человек» произвела очень сильное впечатление на интеллектуалов того времени, они ушли в значительной степени от марксизма по целому ряду направлений. Материалистический и диалектический метод не акцентирован, начинается медленное движение к постмодернизму, это раз к такому уходу в конструирование и работу с текстами и деконструирование потом. Раз, два, в центр внимания ставится человек, но не как социальное существо и творец истории, не как ансамбль общественных отношений и творец истории, а как индивид, индивидуальность, эго. Отсюда потом тесный диалог с фрейдизмом и фрейдомарксизм, отсюда многое другое. Соответственно, свобода понимается в абсолютном смысле, не как свобода совместного творения истории. Вот в революционном марксизме, я бы сказал, все-таки в классическом марксизме свобода это возможность объединенных людей творить историю в соответствии с позданными законами. Не просто познать необходимость, но возможность менять отношения существующего мира в соответствии с их законами, освобождая людей. Мы познали, что есть эксплуатация, мы познали, что есть отчуждение, подчинение человека рынку, подчинение человека бюрократии. Мы это осознали, мы теоретически это отразили, мы теоретически нашли социальные силы, которые ведут нас по пути освобождения, и мы поняли, что можно содействовать вот этому движению освобождения, прогрессу. И мы действуем, действуем, создавая профсоюзы, другие прогрессивные организации гражданского общества, мы действуем, создавая левые политические организации, мы действуем, создавая левую теорию, левую идеологию. Мы это применяем, и мы побеждаем в идеале на выборах, не в идеале во время вооруженного восстания. Вот это социальное освобождение. И это очень серьезно. Это практики всего 20-го и, пожалуй, 21-го века. Логика Маркуза и логика новых левых иная. Это скорее индивидуальная свобода и теории, которые близки к анархизму, недаром из новых левых выросла философская доктрина Антонио Негри и Майкла Харта. Их знаменитая книга «Империя и множество» произвели довольно сильное впечатление уже в 21-м веке на почтенную публику. О них я расскажу потом. Но в данном случае важно, что в центре стоит индивид, который должен быть свободен во всем, включая сексуальные отношения на уровне идейных лозунгов, доступных любому. Это звучало весьма странно для тогдашнего уха марксиста. И сейчас для меня это звучит странно, но для вас звучать будет уже не так странно. Свобода любви, причем в очень узком смысле слова, физической любви, свобода использования любых средств, чего хотите, вплоть до наркотиков, свобода действий, максимальная свобода человека. При этом, что важно в Маркузе, это то, что в этом позитивном своем порыве он исходил из близкой к марксизму идеи свободного гармоничного развития человека, но весьма специфически ее интерпретируют, а в исходном основании лежала критика системы отношений отчуждения. И вот эта критика системы отношений отчуждения, она оказалась очень и очень важна, и то, что он показал человека буржуазного общества той эпохи, как одномерного, это принципиально важно. Пожалуй, я не упомянул о том, что кажется очевидным для моего поколения, возможно, не очевидно для вас. Одно из предпосылок формирования и франкфургской школы, и новых левых стало изменение социально-экономической и политической системы после Второй мировой войны в странах Западной Европы, но и отчасти в США, в меньшей степени в США. Речь идет о развитии социального рыночного хозяйства и социал-демократической модели, о чем я уже упомянул. В Германии в Западной Европе развивается бесплатное школьное образование, частично бесплатным становится университетское образование, возникает страховая, частично бесплатная в каких-то странах полностью бесплатная медицина, вводится прогрессивный налог на миллионеров вплоть до 50-процентного, освобождаются от налогов и получают достаточно большие пособия, безработные и низшие слои общества, развиваются активно профсоюзы, получающие большую власть в стране, социал-демократические партии, каждый второй раз, а иногда и каждый первый побеждают на выборах, в Италии коммунисты вообще имеют 20-30 процентов мест в парламенте, во Франции тоже, то есть очень такая левая атмосфера в мире, и это одна сторона медали, с другой стороны появляется общество потребления, в котором потребительство и мещанский комфорт создают новую систему отношений отчуждений, протест новых левых, это в значительной степени протест против среднего класса, против мещанского благополучия, но если вас интересует поподробнее, посмотрите, наверное, лучше всего фильм Бенуэля «Скромное баяние буржузии», очень жестокий фильм на самом деле, хотя внешне все красиво, элегантно и вроде бы даже симпатично и прилично, скромное баяние буржузии. Вот, на базе этого контекста возникает с одной стороны франкфургская школа, которая очень далеко и косвенно уходит от своего основания, апологии социального рыночного хозяйства и социал-демократической политической модели Германии. Но, уйдя в философские тонкости, она остается все равно по сути апологией вот этой системы. Ну и новые левые в качестве протеста против этой системы, но не в форме традиционной коммунистической революции. В то же время сохраняется и другая линия, линия, идущая от классического революционного марксизма, которая тоже преобразуется, ее политическим выражением становится евромарксизм, то, что берет на вооружение довольно широкий круг коммунистических партий Западной Европы, прежде всего итальянская и французская коммунистическая партия. Итак, вот в этих условиях развивается евромарксизм и соответствующие философские течения. Часть из них связана с партиями, часть не связана с партиями. Кстати, особо здесь стоит, особое место занимает Жан-Поль Сартер и экзистенциализм. Я упомяну чуть позже о них, раскрывать их буду вообще в другой теме и объясню потом почему. Итак, ключевой проблемой становится проблема отчуждения. Они очень много пишут философы-марксисты, я бы сказал, вообще и политэкономы-марксисты, тут очень трудно провести грань, изучающие реалии вот этой новой социально ориентированной капиталистической системы. И здесь я обязательно хочу вас адресовать книги диалектика, материалиста, одного из, по-моему, самых сильных философов Соединенных Штатов второй половины XX века. Это Бертл Олман, он, слава богу, жив, здоров, активен, талантлив, полон замечательный человек. О его танцах-диалектике я уже говорил, но есть его фундаментальная книга «Laynation», «Отчуждение», в которой, собственно, очень точно и умно изложена теория отчуждения марксизма. Я бы сказал, это классика жанра в данном случае. Примерно такая же работа, как ни странно, появляется по ту сторону Атлантического океана, Иштон Мессареш, венгер, вынужденный эмигрировать из страны в 1956 году после определенных событий, когда тоже там началась капиталистическая, социал-демократическая и просто фашистская реакция против строительства реального социализма. В этой стране тоже были советские танки в 1956 году. Вот. И, соответственно, Мессареш, уехав в Великобританию, пишет там книгу с очень похожим названием. Тоже LA Nation в качестве ключевого вопроса отчуждения. Они вообще работали в тесном диалоге, эти два мыслителя. Мессареш позже написал очень книгу, важную книгу, политэкономическую книгу Beyond Capital по ту сторону капитала о капитализме конца XX века. конца XX века. Вот. Это маленькое введение во все это пространство. Ключевые идеи в политике этого направления состоят в том, что вооруженное восстание неприменимо, в свете хрущевской отепели осуждается сталинская модель реального социализма, ну и пожалуй ключевой важнейшей разработкой является теория социального отчуждения, акцент на проблеме человека. Люсин Сеф чуть позже начинает очень активно работать французский философ, который пишет блестящие книги о личности философии, личности марксистской. Вот это течение просто имейте в виду, на мой взгляд это классика современного марксизма, которую надо обязательно знать и с ней работать. Я не упомянул Альтусера и Жан-Поль Сартра, о них я буду говорить в связи с темой человека и отчуждения, она будет у нас ближе к концу нашего семестра, поэтому запаситесь терпением, но знайте, что великие ученые той поры были, есть и остаются. Сартра отнести к марксистам нельзя, в точном смысле слова, хотя у него очень много марксистской философии, но в строгом смысле слова его обычно квалифицируют как экзистенциалисты, и скорее всего вы в курсе истории философии, о нем немало слышали, но вот я к этому вопросу вернусь позже. Так формируются основные течения второй половины 20 века. давайте я напомню, франкфуртская школа, выросшая и далеко ушедшая от парксизма с идеями в социальной философии в значительной степени воспроизводящими и доказывающими обоснованность, правомерность, едва ли не историческую вечность, социал-демократической модели, экономической, социальной, политической, идейной организации общества. Одна сторона медали «Новые и Левые» и их критика отчужденного, подчиненного обществу употребления человека, одномерности этого человека как марионетки, сил рынка, капитала, индустриальных технологий. Очень позитивная критика. Да, я забыл упомянуть, именно тогда появляется акцент на необходимость единства человека и природы, очень созвучной идеям Маркса, особенно молодого Маркса. И в то же время близкие к анархизму теоретико-политические выводы, ставшие философской основой движения новых левых в Западной Европе. Вот это основные течения, плюс еврокоммунизм и соответствующие течения марксизма в центре внимания, поставившие проблему отчуждения и человека, что оказалось принципиально важно для дальнейшего развития и политэкономии, и социальной философии, и философии политики марксизма в конце 20-го, начале 21-го века. Следующий шаг. на смену социал-демократической оттепели в Западной Европе приходит неолиберальная экономическая доктрина, тетчеризм, в Соединенных Штатах эгономика, неолиберальный курс, социальные расходы сокращаются, социальное неравенство растет, в Советском Союзе застой, и на этом фоне начинает развиваться активно мелкотемия, снова возвращается позитивизм, отодвинутый в 60-е годы диалектикой и ее специфическими вариациями в кругу новых левых. В это же время рождается довольно широкий круг предвестников постмодернизма, и после краха Советского Союза в 1991 году, еще раньше, в 1989-1990 году ухода с пути реального социализма стран Центральной и Восточной Европы, после всего этого начинается эпоха постмодернизма и соответствующая трансформация в кругу левой философии и в кругу марксизма. Большая часть левых постмодернистов это люди, которые выросли из марксизма и для которых крах реального социализма стал важным основанием для разочарования в любых больших нарративах. Я о них немножко рассказывал. То есть любые большие философские и вообще мировоззренческие концепции, претендующие на то, что мы можем сказать «вот прогресс, а вот регресс». У прогресса есть такой-то критерий в марксизме свободное гармоничное развитие человека в ассоциации посредством нее. Знаменитый лозунг манифеста коммунистической партии. Свободное развитие каждого как условие свободного развития всех. Мы знаем, что есть прогресс, и это свободное гармоничное развитие человека. Мы знаем, что есть истина. Капитализм как общество, основанное на отчуждении вследствие власти рынка, вследствие власти частной собственности и капитала, вследствие власти, отчужденной от людей государственной бюрократии. Мы знаем, что это так, и мы претендуем на то, что это истинное знание. Не полное, не абсолютное, но истинное. Мы претендуем на то, что мы можем сказать, вот это нравственность, вот это нравственно, а вот это безнравственно. Мы можем критически отнестись к авангардистскому искусству, и тем более к абстракционизму, здесь начинается поле очень серьезных разногласий, и так далее, и тому подобное. Вот это все подвергается астракизму, не просто сомнению, а астракизму. Как устаревший, провалившийся, окончательный бесповорот. Важным контекстом для этого стала книга Фукуяма «Конец истории». Этот деятель, весьма поверхностный, сначала написал статью Форин ФС, если я не ошибаюсь, в 89-м что ли, году. Конец истории, статья произвела фурор, очень легла на умы тогдашнего мира, где падала не только Берлинская стена, но и вся мировая социалистическая система. Суть проста. История закончилась, развитие закончилось, неолиберальная модель экономики социальной и политической организации восторжествовала навсегда, соответственно, дальше никаких серьезных изменений в общественной жизни, в идеологии, в политике. рынок, капитал, политическая форма буржуазной демократии и идеология неолиберализма на тысячелетия, я не преувеличиваю, единственное, что будет осуществляться достаточно быстрый технический прогресс, и человечество ждет тихая, скучная, сытая жизнь. Ну, естественно, этот прогноз не сбылся, о чем в чем все убедились буквально через несколько лет после выхода уже не только статьи, но и книги, переведенной на все возможные и невозможные языки, но после этого возникла соответствующая линия и в левой среде. Левый постмодернизм интересен тем, что он подвергает критике, прежде всего, существующую действительность, которую он подвергает деконструкции, но как текст, весьма замысловатые вещи, при этом генерирует целый ряд очень важных теоретических положений. Одно из ключевых здесь это теория симулякров и вот книга Жана Бодрияра «Политэкономия знака», на мой взгляд, является знаковым, извините за этот каламбур, событием в не только социальной философии, политической философии, но и в политической экономии. По сути дела, это, наряду с работами его коллег, основа политэкономии симулякров, знаков, которые оторваны от реальности. Вообще, определение симулякров постмодернистской левой философии просто для формулировки и сложно для понимания. Это знак, который не имеет обозначаемого. Знак есть, обозначаемого нет. Помните знаменитую шутку Льюиса Кэрролла про чеширского кота? Он улыбнулся и ушел, улыбка осталась. Вот это улыбка кота, которого нет. Знак есть, обозначаемого нет. Я про симулякров вам говорил, еще буду говорить, поэтому сейчас просто приведу маленький пример. Когда вы видите рекламу супер высокого по цене товара, супер дорогого товара, и вам объясняют, что именно его надо купить, чтобы быть абсолютно счастливым, то знаете, что в цене этого товара 60, может быть, и 90 процентов это лапша, которую вам повесили на уши. Это знак, который создали, который защищают, и который пропагандируют, манипулируя людьми, чтобы вы поверили, что без этой сумочки, или без этого пиджака, с правильной этикеткой, точнее, без этой этикетки, вы не будете счастливым человеком, и вас не будут уварать. Самое смешное, что в мире отчуждения, в мире знаков, вот этих симулякров, это действительно так. Если у вас сумочка Луи Виттон, или пиджак от Шанель, или там Хьюго Босс, то вы уважаемый человек, а если нет, то вы неуважаемый человек. Это воспроизводит экономика, политика, культура, идеология. Вот такая ситуация. Вот эта линия критики мира симулякров в левом постмодернизме, выросшем из марксизма, является, на мой взгляд, очень важной и прогрессивной. Ну, а то, что все подвергается деконструкция, детерроризация, то есть убирается почва, основание, террор, земля, деконструируются большие нарративы, то есть говорят, не надо марксизма, не надо прогресса, не надо истины, не надо красоты, не надо добра, надо жить в мире трактовки контекстов по поводу определенных текстов. В это, к сожалению, уходит значительная часть социальных мыслителей, которые претендуют на имя марксизма. Возникает масса частных, мелкотемных исследований, если вы посмотрите на исследования молодых марксистов Западной Европы и Соединенных Штатов, то, как правило, доминируют очень узкие, прикладные, частные вопросы, и браться за большие темы эти товарищи не спешат. Более того, очень важным является, точнее, не важным, а массовым, я не то слово использовал, неважным, массовым является написание работ по поводу работ, которые, в смысле, лечит о работе. Одна из любимых тем, десятки неизвестных только людей пишут об этом, это трактовки, точнее, различные варианты дискуссии по поводу творчества Жан-Поль Сартра в работах, скажем, философов конца XX-го, начала XXI-го века, причем еще только одно из этих направлений. Да еще можно по поводу того, как в XX веке трактовали философов античности, и как сегодня трактуют философов XX века, которые трактовали определенным образом философов античности. Обратите внимание, я боюсь, что в вашей среде, уважаемые студенты философского факультета, такого рода логика может присутствовать и довольно часто. Это не значит, что не надо изучать историю мысли, это значит, что только этим заниматься, забывая о реалиях, нельзя. Вот, это постмодернистская ветвь в марксизме, которая остается одной из господствующих в настоящее время. Мы заметили, да, перешли к третьему вопросу, после того, как я закончил с новыми левыми франкфургской школы. Соответственно, в это же время развивается и постмодернистская адресация марксизму напрямую. Я бы обратил ваше внимание на серию лекций парижских, если мне память не изменяет, Дериды. Деррида выступил с тезисом о призраке Маркса, который бродит вновь по миру. Но, естественно, здесь такой отсыл достаточно прозрачный к манифесту коммунистической партии, который начинается знаменитой фразой «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». После краха Советского Союза Деррида в 90-е годы обращается к философам и говорит «Маркс и реальный социализм кажется, что ушли, но они ушли не навсегда, и призрак Маркса взывает, если не об отмщении, как тень отца Гамлета, а о … кстати, естественно, ассоциации и апелляция к Гамлету здесь тоже совершенно очевидно и прозрачно. Так вот, Маркс и его тень взывает не к отмещению, а к переосмыслению марксизма и переосмыслению мира с марксистских позиций. «Спектр соф. Макс» на английском соответствует как-то очень похоже, но я не буду коверкать французский своим французским произношением. Это работа, которая является тоже одной из классических для марксизма конца 20-го века. Для вас я бы просил просто иметь в виду, что вот такой взгляд «Марксизм не исчез» очень важен. В качестве одного из свидетельств того, что он не исчез в 90-е годы, я назову два феномена. Один это большой научный форум, посвященный 150-летию выхода манифеста Коммунистической партии 1998 Париж, весна, Национальная библиотека Франции, залы библиотеки недостаточны для того, чтобы вместить всех желающих принять участие в этой конференции, собрались марксисты со всего мира, причем буквально не фигурально, в библиотеке освобождают огромный холл, в котором устанавливают кресла и так далее для пленарного заседания, на Сене рядом библиотека новое здание располагается на берегу Сены, припарковываются баржи, в которых вместо ресторанчиков устраиваются залы для секционных заседаний, и вот это многотысячное ученое-братье обсуждает реактуализацию манифеста коммунистической партии, заключительное пленарное заседание проходит в главном зале Сорбонны, в латинском квартале, и на это событие запомню на всю жизнь. Вот, поэтому смерть марксизма оказалась несколько преувеличенной, Марк Твен, когда писал «Слухи моей смерти несколько преувеличены», вот так и здесь. Поэтому в это время развивается довольно активно целый ряд других общественных движений, ну и уже в нулевые годы возрождается очень бурно активность снизу, новая форма активности, не столько левых партий, сколько новых социальных движений, самых разных, от движения за бесплатное программное обеспечение до движения безземельных крестьян в Латинской Америке. Первое это тысячи интеллектуалов высоколобых в основном в США и Западной Европе, второе это миллионы крестьян и безработных в Бразилии и многих других странах Латинской Америки. Вот это движение безземельных крестьян МСТ сейчас одна из крупнейших социальных оппозиционных сил мира, равно как и крестьянское движение Виакомпесина. Вот соответственно проходят первый и второй всемирные социальные форумы и рождается новое течение марксизма, новая я бы сказал живая кровь вливается в меха марксизма, кровь вот этого социального движения, этой социальной борьбы. Проходят на рубеже веков массовые демонстрации против войны в Ираке Соединенных Штатов. В Лондоне это миллионные демонстрации. В Флоренции во время первого Европейского социального форума антивоенная демонстрация против неолиберального капитализма собирает полтора миллиона человек, которые прошли по улицам этого старинного города, не затоптав ни одного цветочка, буквально не фигурально, и мэр города в благодарность вот этим социальным активистам галерею Фице для делегатов спикеров первого Европейского социального форума открыл бесплатно на целый день. Я вот тоже опять никогда не забуду вот это впечатление от социального интеллектуального праздника Флоренция. 30 тысяч ученых, социальных активистов участвуют в первом Европейском социальном форуме, обсуждая фундаментальные и прикладные проблемы экологической борьбы, борьбы за права женщин, за бесплатное образование, за отказ от интеллектуальной частной собственности, за права крестьянства на получение современных технологий в третьем мире, поскольку это был европейский форум, но открытый для всех, проблемы глубочайшего кризиса в Восточной Европе и в России. Вот эти 30 тысяч человек, тысячи семинаров научных и политических и социальных и вот окончание всего безмерно уставшие люди галереи офици, ноябрь, мерзкая погода, статуя Давида в центре Флоренции и одинокий трубач вот в этой темноте под дождем играет «Белла Чао». Знаете, это вот та картина, которая делает тебя марксистом. Помните, я в самом начале говорил, что быть марксистом, не участвую в практической общественной деятельности, нельзя, точно так же, как нельзя быть по-настоящему физиком, теоретиком или химиком, если ты ни разу не участвовал и не проверял свои теоретические выкладки на экспериментах, может быть, не сам, но вместе с кем-то. Вот здесь такое же ощущение, знаете, вот через это надо пройти, если хотите быть теоретиком марксизма, надо участвовать в социальных форумах, как минимум, иначе не поймете просто, не сможете это воспринять, человек мыслит практикой, это, кстати, одна из важнейших теоретических, одно из важнейших теоретических положений советского творческого марксизма, в частности, Авальда Ильенкова, Леонтьева, его книга «Деятельность сознания и личности», но сейчас я к этому еще перейду к советскому марксизму критическому. Вот это линия западного марксизма, и сегодня, к сожалению, он находится в довольно сложном положении философские течения современного марксизма, но сохраняется линия, которую я бы назвал условно еврокоммунистической, сохраняются философы, которые можно однозначно отнести к диалектическому материализму или материалистической диалектике, соответствующей социальной философии, ставящей в центр вопроса отчуждения. Это кроме вот таких больших имен Берта Лоуман, как ни странно, пожалуй, к этому же направлению можно отнести марксиста-географа, политэконома и социального обыслителя Дэвида Харви, у него есть очень интересная книжка о современных противоречиях капитализма, по-моему, 13, что ли, противоречий современного капитализма, вот и книга, которая, извините, могу похвастаться, вышла почти одновременно наше Каскалганова, книга «Пределы капитала», на русском и мало кому известная, и всемирно известная книга на английском Дэвида Харви с таким же названием «Пределы капитала». Это рубеж 90-х нулевых годов, не помню уж точно, когда он и я и мы написали эти работы. Шон Сойерс в Великобритании и его коллеги вот эти направления раз, два, образовались очень открытые сети, где живет современный социальный, экономический, философский марксизм. Это левый форум в Соединенных Штатах Америки, он начинался как «Socialist Scholes Conference», конференция ученых-социалистов. В английском ученый-обществовед это «Скола». «Сcientист» это ученый, а мы с вами не ученые, мы с вами «шклеры», «Сколас». Вот «Socialist Scholes Conference» до нулевых годов, потом «Левый форум», как шутят американцы, там собираются все левые Америки. Но это шутка, но это действительно огромные форумы, от полутора до трех тысяч человек, обсуждающие самые разные вопросы от современного левого искусства до классовой борьбы профсоюзов, расовых столкновений и фундаментальные философские вопросы тоже. И вторая сеть с большим спектром филиалов «Historical Materialism». Название такое классическое, если не дуболомное, я бы сказал, исторический материализм. отчасти это эпатаж, но это очень известная сеть, базирующаяся на Лондонском университете, соответственно, журнал, который входит в высший квартель Web of Science, это самые известные журналы по истории Ку-1, так называемые, очень известный журнал, но в нем много постмодернизма, он в основе своей очень критичен по отношению к реальному социализму, это еще мягко сказано, и очень ориентирован на современные течения, о которых я сейчас скажу чуть подробнее. Мы переходим к четвертому вопросу, наиболее активные современные течения в барксизме. Они современные, безусловно, не в смысле последних лет, а в смысле последних десятилетий. Кроме такого традиционного марксизма, который мне только что сказал, назвав соответствующие имена, вот и в left-form, и в historical materialism, пожалуй, доминирующими являются такие направления, как фрейдомарксизм, эко-марксизм, интеграция марксизма и феминизма, и постмодернистские различные вариации, которые четкого имени не имеют, но по сути являются именно таковыми, такие очень частные, узкотемные вопросы. Ну, что касается фрейда-марксизма, это стремление объединить теорию человека как социального существа, как ансамбля общественных отношений, творца истории, классический марксизм, с одной стороны, и с другой стороны, идеи фрейда о бессознательном, о роли бессознательного в человеке. Вокруг этого написаны сотни работ, это тема, которая меня, честно говоря, не вдохновляет, я в ней никогда глубоко не разбирался, поэтому честно сознаюсь, что вам ее пересказывать не стану, чтобы не уходить туда, куда, на мой взгляд, уходить не стоит. Если вы с этим мнением не согласны, вам карты в руки, изучайте. Второе направление гораздо интереснее. С моей точки зрения, это эко-марксизм, это реакция на обострение глобальных проблем. Вообще, марксизм сегодня очень много занимается глобальными проблемами человечества, социальная философия в основном в этом направлении работает. И, соответственно, здесь интегрируется идея радикального экологизма или умеренного экологизма с идеями марксизма. Ключевое отличие марксистского подхода к экологическим проблемам в том, что марксисты ищут социально-экономические и политико-идеологические основания, политико-идеологические формы экологической проблемы. Одна из ключевых идей состоит в том, что не просто определенный уровень развития, не только определенное качество технологий, но прежде всего производственные отношения рынка и капитала, особенно позднего капитала, где господствуют крупные корпорации, где есть жесткое деление на центре и периферию, где растет социальное неравенство и так далее. Вот эти экономические отношения позднего капитализма, рынок и капитал, они лежат в основе углубления и обострения экологических проблем. Они воспроизводят те технологии, тот образ жизни, те ценности, которые приводят к обострению глобальных проблем. Соответственно, мягкое направление эко-марксизма говорит о том, что нужны экологически ориентированные реформы внутри капитализма, ориентация на союз социал-демократов и зеленых в политическом спектре, а соответственно, радикальный левый экологизм говорит о том, что до тех пор, пока жив рынок и капитал, система глобальных проблем человечества в области климата, в области вообще разрушения природы, она будет сохраняться и только движение по ту сторону рынка и капитала может разрешить экологические проблемы человечества. Кстати, прошу не путать вот такой левый марксистский экологизм с радикальным экологизмом несколько другого свойства, где требуют вообще поставить человека как наравне с природой, отказаться от всех форм потребления природных ресурсов, ну и так далее. там довольно-таки жесткие природоориентированные требования, которые я пересказывать вам не буду. Интеграция феминизма и марксизма это одна из ветвей вообще реакции марксизма на фундаментальные глобальные проблемы. То есть одна из особенностей марксизма конца 20-го, начала 21-го века состоит в том, что он обращает самое пристальное внимание не только на традиционную тематику экономического и политического противостояния пролетариата и буржуазии, но и на весь спектр проблем отчуждения, социального отчуждения. И здесь это проблемы экологии, проблемы гендерного неравенства, проблемы связанные с расовым неравенством, кстати, я, извините, не упомянул, это одна из важнейших тем тоже современного марксизма, особенно в связи с современным движением Black Lives Does Matter. И вот этот спектр проблем отчуждения, включая проблемы культуры, разрушения культуры, он играет очень большую роль в современном марксизме. причем во многих случаях категория отчуждения не используется, но по сути речь идет именно об этом. Вот этот вопрос является одним из фундаментальных для социальной философии современного марксизма. Вопрос о том, насколько и как соотносится классическое противостояние капитала и наемного труда в экономике, в политике, в идеологии. с одной стороны, наемный труд и капитал главный конфликт капиталистической системы. А вторая сторона это всестороннее отчуждение, характерное вообще для царства необходимости. Всестороннее отчуждение, пронизывающее все, начиная с рынка и того же капитала, включая отчужденный труд в индустриальном производстве или отчужденный труд в условиях разрушения индустрии, включая проблемы экологии, проблемы войны и мира, проблемы гендерного неравенства, проблемы расового неравенства и так далее. Вот эти две стороны, отчуждение во всем спектре проблем с одной стороны и классическая капиталистическая проблема классовой борьбы и ее экономических оснований противоречия капитала и наемного труда с другой стороны. Это все выражается и в философских дебатах, и в политических дебатах и более того в очень жестких столкновениях внутри ряда партий. Один из примеров это сейчас обострившиеся дебаты среди левой партии в Германии. Это по сути единственное крупное левое последовательно левое стоящее влево более коммунистическое чем социал-демократы партии. Западная Европа сегодня, которая присутствует в парламенте, у них на последних выборах очень плохой результат, они едва смогли войти в парламент, преодолев 5-процентный барьер вместо 7-8-9 процентов в прошлые годы. И очень острая дискуссия. То ли чуть более радикально повторять повестку дня зеленых и социал-демократов, то ли все-таки поставить жестко вопрос о классовых противоречиях, борьбе за интересы наемного труда и так далее. Я отвечать на этот вопрос пока не буду, я просто его хочу сформулировать. Свой ответ я в лекциях на канале YouTube альтернативы на нашем канале, альтернативы на YouTube давал, поэтому сейчас просто обозначу эту тему. Но у меня осталось совсем немного времени для того, чтобы немножко рассказать о творческом советском марксизме и в качестве постскриптума о постсоветской школе критического марксизма. Итак, да, пожалуй, отступление. В Китае маленькой стране в полтора миллиарда человек сегодня, как я уже вам говорил, во всех крупных университетах существует факультет марксизма, он называется Институт марксизма, и там в бакалавриате, магистратуре, аспирантуре студенты изучают марксистскую теорию во всех ее вариациях, в том числе активно приглашая визит профессоров из Западной Европы, США, Латинской Америки и даже из России. Несколько профессоров из России там читали лекции, в том числе ваш покорный слуга. И в рамках вот этого марксистского дискурса в Китае развивается, я бы сказал, очень близкий к советскому марксизму, такому базовому советскому марксизму тренд тренд, последнее время очень активно тяготеющий к тому, чтобы сделать акцент, я ищу мягкие корректные формулировки на достижениях идейных и политических Си Цзиньпина, но это особая тема, которую я сейчас затрагивать не буду. В общем, когда я сейчас буду коротко говорить о таком базовом советском марксизме, это в значительной степени и то, что является основным течением китайского марксизма 21 века. Если хотите получить представление о хорошем, спокойном, умном советском марксизме, но без особых творческих вариаций, читайте учебник по историческому материализму Келли Кавальзона и учебник философского факультета Ингу, там много авторов по диалектическому материализму. Много из того, что я вам рассказываю, в том числе есть в этих учебниках. Но, кроме этого, были очень интересные мирового уровня достижения в области марксизма в творческих течениях 60-х годов. Я остановлюсь лишь на нескольких, благо я их раскрываю в курсе лекции постоянно. Одно из них это диалектический метод развития теории диалектики, материалистической диалектики в работах Ильенкова, в диалоге и споре с ним Вазюлина и целого ряда других авторов, включая политканом. Вот вокруг метода капитала были написаны очень важные тонкие работы, развитие теории восхождения это абстрактного конкретному, конкретно всеобщего, исторического и логического, это в значительной степени достижение советской школы творческого марксизма. Прошлая лекция была им посвящена, поэтому просто упомяну об этом. Второе важнейшее достижение это теория человека, человека как творца истории, человека как консамбль общественных отношений. Эти идеи развивались параллельно и творческим западным марксизмом, я уже упомянул Люси Носева, но далеко не только он. Это идея отчуждения работы Генриха Батищева, работы по проблемам свободы этого времени. Ну, почитайте, вот есть фундаментальная работа «Проблема человека в современной философии», «Проблема человека в современной философии», 1969 год. Это коллективная работа, там много анализа западных, авторов и отечественные разработки. Крайне заумная книга, но очень полезна. Примерно в этом же ключе лежат работы по философии культуры, о них будет подробнее рассказывать Людмила Булавка в одной из заключительных лекций, Наля Злобина, Вадима Межуева, этих коллег. Ну и естественно общей концепции деятельности человека как деятельностного существа. Фундаментальные еще раз говорю работы, которые сопрягались с исследованиями психологов, материалистов. Леонтьев, его важнейшая мирового уровня книга «Деятельность, сознание, личность», работы Выгодского, Лури, Рубинштейна, фактически все они показали, что человек это общественное существо, что мозг человека это не нечто данное Богом и не нечто сводимое к физиологическим процессам в черепной коробке. Это прежде всего общественный человек, который в деятельности совершает поступки, включаясь в общественную практику. Но вот при характеристике марксистской теории человека я буду про это рассказывать поподробнее. У нас будет одна, может быть, две лекции на эту тему. Если хотите совсем коротко и просто читайте Ильенкова. Есть такая книжка «Учитесь мыслить с молоду». Очень легкая, популярная. Есть еще тоже книга его раздел в книге «С чего начинается личность». С чего начинается личность? Это сборник работ очень хороших таких кандовых работ советских марксистов и совершенно выдающаяся статья в этом сборнике Эвальда Васильевича Ильенкова. Книга конца 70-х годов под редакцией Ричарда Ивановича Косолапа. Вот это такой краткий беглый обзор ключевых достижений советского марксизма мирового уровня. К сожалению, на английский переведены более-менее широко известны только некоторые работы Ильенкова. Большая часть советского творческого марксизма это терра инкогнито для мирового марксизма. Это трагедия. Моя мечта прочитать где-нибудь курс о советском марксизме. Я имею в виду в каком-нибудь Нью-Йорке или в каком-нибудь Кемпидже так и не реализовалось. Мне не удалось это сделать. Я надеюсь еще когда-нибудь смогу. Может быть кто-то другой это сделает. Может вы выучитесь, вас заинтересует. Милости прошу. Я с огромным удовольствием постараюсь вам помочь организовать такой курс. Можно его кстати прочесть здесь просто на ютубе на английском языке. Давайте подумаем если кто-то готов подключиться это было бы здорово. Вот ну и в качестве постскриптума несколько слов о постсоветской школе критического партизма. Сказать что эта школа уже есть будет большим преувеличением но мы решили что даже маленькую лодочку можно назвать гордым именем. Помните мультик про корабль победы у которого первые две буковки упали и получилась беда и оттуда пошло знаменитое выражение как корабль назовешь так он и поплывет ну или наоборот мультик появился потому что есть знаменитое выражение не знаю кто был первым ну вот мы решили назвать наше направление постсоветская школа критического марксизма что постсоветская понятно после распада СССР она развивалась активно что марксизма тоже понятно мы принадлежим к этому направлению почему критического нам часто говорили что марксизм он по сути своей критичен и соответствующие положения маркса я вам зачитывал и повторяю их видите с настойчивостью попугая диалектика это то что все подвергает критике но в современных условиях появилось такое количество догматического не терпящего никакой критики марксизма в том числе в нашей стране что вот эта представка критически оказалась очень важной у нас очень много ученых в том числе молодых которые выучивают какие-то работы хорошо если маркса и ленина а как правило учебники причем часто сталинской или раннебрежневской то есть позднебрежневской поры не творческие учебники советских философов политкономов я уже говорил что у нас порядка сотни марксизмских кружков большинство учится по кондовым учебникам для технических вузов а то и просто воспроизводят работы товарища Сталина вот одного из них такого молодого коллегу доцента автора неплохих статей романа осина я спросил что вы считаете устаревшим и требующим критического осмысления в работах товарища Сталина он сказал товарищ Сталин был прав и остается прав точка вот в связи с таким марксизмом у нас появилась приставка критический марксизм поскольку как вы понимаете так вот нельзя то есть мы претендуем на то что мы критикуем и маркса критикуем ленина критикуем наших учителей ильянкова и так далее стараясь идти дальше развивать эти теории развивать значит критиковать по другому не бывает ну ну ключевые идеи этой школы достаточно понятны это диалектический материалистический метод но с акцентом на том что есть не только поступательное развитие но и регресс попятное движение с предельным вниманием к трансформационным процессам переходом от одного качества к другому от одной если говорить о общественных науках социальной системы к другой социальной системе и возможностях реверсивного движения истории попятного движения истории это важнейший аспект второй важнейший аспект это в области теории человек и вообще социальной философии это предельное внимание к проблеме отчуждения в соединении с классическим маркирским тезисом противоречия пролетариат буржуазии классовой борьбы и так далее тут есть целый ряд интересных разработок о которых я буду говорить в следующих лекциях с предельным вниманием к человеку как творцу истории эта линия в марксизме есть но на наш взгляд она именно в нашей школе предельно активно развивается в том числе в связи с вопросом о активизме знаете есть такое выражение благими намерениями услана дорога в ад вот социальное творчество может обернуться активизмом который прокладывает дорогу в ад в инферно к миру не снимаемого отчуждения а усиливающегося отчуждения не разотчуждения а усиление отчуждения но вот эта тема активно развивается в работах Людмилы Булавки моих коллег в моих собственных работах вот очень активно развивается идея которая для западного марксизма за исключением может быть жижек словой вот я его не упомянул кстати извините это как помощь постмодернизма с таким революционным как ни странно марксизмом вот это идея коммунизма посмотрите на работы Бориса Славина в области коммунистического идеала гуманистического коммунистического идеала Маркса у него книги на эту тему и так далее у нас много дебатов и интересного анализа реального социализма здесь пожалуй уровень очень высокий более высокий чем у западных марксистов я не боюсь вот этого несколько амбициозного заявления это работы Михаила Баейкова Андрея Ивановича Колганова Давид Берквича Эпштейна целого ряд других авторов предельное внимание к политэкономии современного капитализма но это уже за рамками философии на стыке социальной философии могу назвать имя Руслан Салтанович Адзарасова и его отца Салтан Сварбич Адзарасова Руслан Салтанович не любит себя к каким-то школам относить но у нас очень близкие позиции есть молодое поколение которое сейчас работает в центре современных марксистских исследований МГУ но работает добровольно и по-коммунистически поскольку зарплату в пару тысяч рублей в месяц назвать вознаграждением за большую научную организационную работу естественно язык не повернется вот но и не только есть довольно широкий круг наших коллег которые близки к нам и работают в диалоге с нами в других городах нашей страны и в Москве за рамками МГУ 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 Субтитры создавал DimaTorzok